Друзья, всех приветствую на торговой сессии среды. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Сегодня на повестке экономического календаря заседание Банка Канады в 14.00 по GMT. Событие важное для канадского доллара, безусловно, оно будет определяющим. За канадским долларом мы следим. Сейчас пара доллар-канадец держится в районе отметки 1.34. Я практически уверен, что текущую торговую сессию пара закроет на совершенно отличных от данного рубежа значениях. Напомню, что я оптимист в отношении канадского доллара, потому что вижу сейчас слишком много факторов, поддерживающих рост этого актива. От потенциала повышения цен на нефть до, собственно, потенциального анонса сегодня от Банка Канады готовности к дальнейшему расточению национальной монетарной политики, если того будет требовать ситуация. Мне кажется, это самая любимая формулировка сейчас для всех центральных банков, потому что каждое заседание, практически каждого регулятора заканчивается таким вбросом, что, мол, думайте сами, что будет с процентной ставкой дальше. Но на рынок такого рода риторика оказывает положительный эффект, если говорить об отношении инвесторов к инструменту, который находится как бы за экономикой, находящейся под контролем соответствующего регулятора. Вспомните, например, вчерашнее заседание Резервного банка Австралии, где такого рода заявления стали причиной, помимо самого факта повышения процентной ставки, очень неплохим бустом для укрепления позиций национальной валюты. Также сегодня рекомендую обратить внимание на данные по запасам нефти в США в 14.30 по GMT. Поскольку мы говорим уже о летнем сезоне, это сезон активных автомобильных отпусков, традиционный сезон значительного роста спроса на нефтепродуктов, которые, конечно же, делаются из нефти. И, логически рассуждая, можем рассчитывать, что в этом сезоне, так же, как и в прошлом, скорее всего, запасы нефти будут снижаться. И снижение запасов, как тенденция, скорее всего, на протяжении всего июня, июля, августа может стать еще одной вводной для принятия решений о покупке рынка черного золота. Ну, краткосрочные, конечно же, сделки не имеют ничего общего с долгосрочными взглядами. Я больше исхожу из-за долгосрочных посылов. Но если говорить вообще о летнем сезоне, это все-таки такая среднесрочная перспектива. И я тоже, друзья, оптимист и на этот период времени. По нашим традиционным инструментам. Индекс доллара 104 пункта. В целом ситуация за прошлую торговую сессию практически не изменилась. Но в отношении американской валюты уж точно. Предлагаю не изменять традиции, посмотреть сразу на то, как рынок готовится к повышению процентной ставки. Потому что это важно. Заседание американского регулятора уже совсем скоро. По данным инструмента FedWatch, вероятность повышения процентной ставки составляет 18.3%. То есть вы понимаете, что при такой вероятности ставку не повысить. Я надеюсь, что ФРС не будет ничего выдумывать. И все же осознает, что повышение ставки в тот момент, когда рынок этого не ожидает, может стать, напротив, источником повышенной волатильности для американской фонды. И не только для американского рынка облигаций. Неопределенности, которой точно не нужна регулятору. Потому что неопределенность, связанная с рынком долга и государственными казначейскими облигациями Трежериса, это очень неприятный нюанс финансового сектора для банковского сектора США, который все еще испытывает проблемы. Друзья, то, что мы с вами не возвращаемся так часто сейчас к теме проблем с ликвидностью у отдельных региональных банков, это не значит, что все эти проблемы миновали. Просто пока что есть о чем говорить еще, кроме этого. Вот когда вскроются какие-нибудь дополнительные проблемы, способные привести к еще одной волне банкротства, мы об этом обязательно поговорим. Что касается макроэкономических данных, за прошедший день релизов не было стоящих, но мы постоянно говорим о стоящих и важных отчетах прошлых дней. В частности, на прошлой неделе, в начале этой совокупности, сейчас у нас есть уже возможность подводить итоги активности производственного сектора, сферы услуга. По цифрам сейчас не буду повторяться, это, наверное, не важно. Хочу напомнить вам, что АСМ производственного сектора США снизился седьмой месяц подряд. Причем сфера услуг, которая более важна для американской экономики, показалась под домом минимального значения с мая 2020 года. Поэтому очень многие сейчас говорят о том, сможет ли американская экономика миновать рецессию. Это очень хороший вопрос. Время покажет, точнее, покажет уже этот год, когда, собственно, и должно реализоваться все самое опасное для США. На рынке сейчас идет перетягивание канатов. Да, те, кто радеет за повышением процентной ставки, говорят только об одном – о значительном росте количества новых рабочих мест в прошлом месяце. Те, кто считает, что ставку повышать не нужно, а мы понимаем, что это прям тотальное большинство, это больше 80%, считают, что других отчетов, помимо одного из компонентов релиза Non-Farm Perils, других отчетов достаточно, чтобы Федерализерв продержал лошадей и, соответственно, не ужесточал национальную монетарную политику. Впереди риск, скажем так, двойного события, как говорят на рынке – это сразу отчет по инфляции, заседание непосредственно американского регулятора. Это событие в следующей неделе, поэтому на следующей неделе скучать не придется. Нужно подождать, друзья. Вот смириться с тем, что латиния сейчас будет невысокой, но уже через несколько дней рынок перейдет к серьезным движениям. Поэтому я ожидаю, как и раньше, все-таки возобновления нисходящей динамики по индексу американской валюты. Доллар канадец, как уже отметил, текущей котировки 1,34, очень много сильных отчетов за последнее время, особенно релиз по ВВП канадской экономики за первый квартал, когда экономика выросла на 0,8%, это в два раза лучше прогноза. Эффективна политика Банка Канады в борьбе с инфляцией, потому что базовое значение инфляции в канале снизилось с 4,3% до 4,1%. И да, в таких условиях, скорее всего, Банк Канады сегодня не повысит процентную ставку, но уже сделали ремарку, что одного лишь комментария о том, что он готов вернуться к траектории дальнейшего ужесточения политики, будет достаточно, чтобы оживить интересы канадскому доллару. Я жду сегодня пару доллар-канадец поближе к уровню 1,33. Хочу обратить также ваше внимание на пару австралийцев против доллара 0,6672. Текущей котировки австралийский доллар очень сильно вырос на прошлой торговой сессии, потому что Резервный банк Австралии удивил всех второй раз подряд, тогда, когда этого никто не ожидал, поднял процентную ставку на 25 байсных пунктов, сейчас она находится на уровне 4,1%. Также Резервный банк Австралии отметил наличие понижательных рисков в экономике, что инфляция все еще довольно высока, 7%, ну да, это очень высокое значение. И, как вы понимаете, не смог обойтись без заявления о том, что ставка, скорее всего, будет расти дальше. Поэтому рынок на этом взбодрился, отправил котировки выше уровня 0,6650. И сейчас индекс настроений показывает, что всего лишь 27% трейдеров находятся в покупках, или, лучше сказать, 73% трейдеров австралийцы шортят. Я думаю, что пара все же пойдет снова против толпы и выйдет к новым локальным максимуму выше отметки 0,67. Золото, 1963 доллара за трость консул, пока что без изменений, торговую активность не проявляю, индекс настроений не подсвечивает нам хорошую возможность, чтобы заходить в длинные сделки. Но это будет точно покупка, потому что я даже не рассматриваю рынок драгоценных металлов, золото и серебро, как инструменты на шорт. И пара фунт-доллар также без изменений, 1,2422 текущей котировки. Снижаются цены на недвижимости в Англии, это все отголосок к кризиса стоимости жизни, низкой потребительской активности. И если копать дальше, все это вследствие высокой инфляции. Много раз уже говорил, что эту проблему нужно решать. И только лишь Банк Англии может помочь. Поэтому ждем повышения процентной ставки, настраиваемся на то, что 22 июня произойдет. И, соответственно, пара фунт-доллар сохранит потенциал движения выше отметки 1,25. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok